Здравствуйте, ребята! Рад приветствовать вас в Доме знаний. На вебинаре по обществу о знаниях тема нашего вебинара «Культура политического участия». Эта тема мы уже знакомы в ходе видеоурока в Доме знаний, и сегодня мы разберем самые наиболее часто возникающие по этому поводу вопросов. Но прежде чем перейти культуры политического участия, давайте вспомним, что такое политическое участие. Политическое участие – это действие гражданина с целью повлиять на решение, на принятие и реализацию государственных решений на оба представителя в института власти. Политическая культура в узком значении – это представление личной социальной группы о мире политики, о политической системе того или иного общества, об их законах и особенностях функционирования. В широком смысле политическая культура – это представление личной социальной группы о мире политики, политической системе того или иного общества и особенностях функционирования, плюс политические отношения индивидуума, гражданского общества и государства и политические институты общества. На формирование политической культуры влияют разнообразные факторы. Во-первых, знание гражданина о политической системе. Во-вторых, личное участие гражданина в функционировании политической системы. Ну, смотрите, ребят, знание граждан о политической системе. Если гражданин не понимает, что собой представляет политическая система, какие, например, строятся отношения между федеральным центром и субъектом, какие он имеет политические права, как он может участвовать в политике, то его уровень политической культуры будет очень, ребята, низким. Плюс к этому личное участие гражданина в функционировании политической системы. Когда гражданин лично участвует в формировании и функционировании политической системы, то он понимает свою гражданскую ответственность в политике тоже. И в таком случае он стремится постоянно повышать свой уровень политической культуры, свое политическое образование. то есть отходят от просто бытового уровня и стремятся получить какие-либо политические знания, а не являются просто диванным критиком. Политическая культура в целом – это совокупность норм и ценностей, которые разделяются большинством граждан и находят выражение в их политической деятельности, в оценке политических событий и в отношении поэтики к ее компонентам. Компоненты политической культуры следующие. Познавательные – это знания о политической системе общества, это оценочные, то есть критерии, при помощи которых субъекты вырабатывают отношение к событиям и реальностям. Эмоциональные – это отношение к событиям и реальным политической жизни. И поведенческие – то есть действия, которые совершает человек в рамках политической жизни. Политическая культура общества состоит из политических традиций, это приемственность между прошлым, настоящим и будущим. Политические знания – это определенная идеологическая школа. Политических символов – это официальные церемонии, И это герб, химон, флаг, который тоже имеет большое значение. Это политические ритуалы, которые относятся к официальным церемониям, например, ритуал инаугурации. Форум политического поведения – закон и право, на котором основана политическая деятельность и политическое участие гражданина. Форум политической культуры – это политические знания и убеждения, а также навыки, умения участвовать в политической жизни. У нас существует следующий уровень политической культуры. Это политическая культура общества в целом, потому что у каждой страны, у каждого общества есть своя политическая культура, которая основана на ее историческом прошлом во многом. Это политическая культура социальной и национальной группы и политическая культура личности. Сема политической культуры по Верманду и Вербе – это патриархальная культура, но больше свойственная такому типу общества, которая делает все, как было при их отцах и дедах. поддельническая, то есть готовность принимать все, что предлагает государство, и активистка, когда человек стремится преобразовать то, что есть в обществе. Кроме политической культуры существует политическая субкультура, которая порождает только те группы, члены которой объединены совместными и специфически, висающих в особое положение по сравнению с другими группами национальными в целом опытом воспроизводства политической жизни. Политическая субкультура – это совокупность политических ориентаций, заметно отличающихся от ориентаций значительного большинства. Амонт подразделяет субкультуру на вертикальные и горизонтальные. Вертикальные отражают существующие общество различий в политических ориентациях массы элит, а горизонтальные фиксируют отличия, выявляемые по социально-экономическим классам, национально-этническим, религиозным, демографическим основаниям. Это региональные, социально-экономические, этнополитические, религиозные и возрастные. По степени консенсуса возделяют следующие типы политических элит. Арбанг, американский инстидент, продолжил фрагментарную и интегрированную, то есть отдельную и постоянную. В Каванах английский язык приложил гомогенную, смешанную и искусственно-гомогенную, то есть гомогенную, которая выделяется в большей части. Политическая культура формируется следующими путями. Во-первых, у нас есть целемостреленная духовно-идеологическая, образцово-постередческая деятельность, государство, политических партий, церкви, средств массовой информации, общественно-политических организаций. Вот такой путь формирования политической культуры, он чаще всего прослужит большинству государств. Стихийно формируется, это когда воздействует на уровень сознания, обычное сознание, это положение в семье, то, что обсуждают в обществе, в трудовом коллективе, в обществе друзей. И третий путь – это вовлечение граждан в полицию, в общественно-политическую систему, то есть человек уже более профессионально рассуждает о тех или иных событиях. Политическая культура невозможна без политической социализации. Политическая социализация – это процесс усвоения личности социально-политических знаний, норм, ценностей и навыков деятельности, подпочит운 для существующей политической системы. Политическая социализация – это передача новым поколениям политического опыта, предстоящих поколений опыта, воплощенного в нормах политической культуры, и приобретение личностью новых, ранее неизвестных знаний. Социализация бывает прямой и косвенной. Например, школьная классная часть вам рассказывает о значимости активной гражданской позиции, т.е. напрямую вам передают мнение о политике. А косвенное – непреднамерное направление жизненного опыта, описание с другими людьми, сравнение, например, своей страны и другой страны. Это косвенное. По степени взаимодействия с человеком с властью – это гармоничное, это рациональное и уважительное отношение человека к правопорядку, гуманистическое, негативное отношение к всем другим, кроме своей, плюралистическое – способность человека менять свои пристрастия и конфликтное – человек противостоит интересному государству и государству против этого интереса человека. Этапы политической социализации выделяются следующие. С 3 до 7 лет политическая социализация происходит в семье. Это гос, страну и родители, которые влияют на то, что человек вливается в понимание политики. С 8 до 13 – это формирование политических взглядов в отношении к личности политического лидера, который отрасляется с политическим своем – внутренним и внешним врагами народа. В этот момент школа является основным агентом политической социализации. С 14 до 18 – это разрозненная политическая информация складывается в единую систему, формируется представление политической жизни страны. Если вы обращали внимание на то, что во многих западных фильмах в этот момент присутствует такое веяние в школьной жизни, то, что школьникам предлагают создать разнообразные школьные организации, выбирать президента школы. И вот как раз-таки это позволяет понять вообще политический опыт, как может быть, всего лишь в рамках школы. Это не такое серьезное, конечно, мероприятие, но в целом человек пробует себя как политик, он пробует себя в искусстве убеждать, он пробует себя в искусстве правильно отдать свой голос. Потому что, напоминаю еще раз, что с 14 до 18 лет разрозненная политическая информация складывается в единую систему. А с 18 лет уже возможно полноценное политическое участие в формировании политического мировоззрения. На этом наш сегодняшний губернатор в политической культуре завершен. До новых встреч в Доме Знаний! Субтитры создавал DimaTorzok